Казахский выталет, понимаете? Обалденная людьми, обалденная людьми, обалденная людьми. Ну что ж, всем привет. Еще одна неделька с вами. Мы с Тохой опоздали на почти 40 минут. У нас много народу. Ты давай привет маме. А, привет. Она смотрит твои видео? Нет. Она не показывает. Почему? Нет интереса. У мамы или у тебя? У мамы. Я посмотрю. Я смотрю. Я посмотрю. Давай, расскажи, что у тебя не получает? У меня не получает выход из силы. Почему? Потому что я подтягиваюсь 39 раз. У меня не получается выход из силы. Вот сейчас не надо говорить, что не связано количество подтягиваний и выходов. Нет, связано. Просто он уже готов. Готов. Просто нужно немножко технику поставить. Нужно сделать высокие подтягивания. Когда ты будешь делать много высоких подтягиваний, он скачет до живота. Точно легко сделать выход. Ну, до груди я могу. И раз в 5 скачем я тоже могу. Но не получается. И нормальных четких, чтобы так раздеть, чтобы не получать. Плечи? Плечи. Плечи. Да, на улице. Зимой не стоит тучить новые элементы на улице. Мой салон. Мой салон. Травмоопасно это дело. Тем более, выходы учи. Плечи у тебя болят, тогда все скорее всего на плеч вперед. Я думаю, это еще от того, что я и флажок одновременно учу. Не нужно учить два элемента одновременно, ребят. Никто, ни другой не научится. Если ты тучи на чем-то одно, мы триньте это. Поэтому решили, либо флажок, либо выход. А, выходы, выходы, наверное. Выходы это база, да? Надо считать более простых вещей и тренинг. Первое упражнение. Лесенка на турниках. Нова до 20 вверх. С минимальным отдыхом. Вот, ребят, делаем. Просто по формату лесенки отдыхаешь только, сколько нужно остальным, чтобы сделать. А сейчас будет такая же тренинг, как и в прошлый раз? Наверное. Наверное. Скучно. Скучно. Вон с ней, извиняюсь. Пока ребятки подтягиваются. Мы будем делать лесенку. Лесенку на брусьях. Упражнение будет такого плана. Отжимаемся непросто. Это корейцы, они там рядом. Ну, я имею в виду, как бы не захотелось просто. Опять до 90 вверх. С паузами, то есть? Паузами. Ну, окей. От одного до десяти и вниз. Ну, окей. Хороший план. Хороший план. Ребят, все, кто делает, так они. Потому что старая тренировка задней. Не приобщил. Одни на все. Одни на все. Одни на все. Посмотрит. Ха-ха-ха. Пока 50. Максимум. Ну, по нарастающей, да. По пятерочке, если по пятерочке, ну, зависнуть по 50 и дальше добивать. Вот после 50 у меня получалось еще, вот, то есть, я делал зависом в 5 секунд, ну, то есть, висишь, 5 секунд проверяешь, и сделал отжим. И вот таких я только 20 повторений могу сделать. Ну, это немало. То есть, получается, как, до 30 более-менее, как-то так делаешь, ну, без перерыва в 5 секунд, а уже с 30 начинаешь по 5 добивать. То есть, хочу примерно так было, чтобы нон-стопом была равна тому количеству, которое я могу зависать по 5. У меня это, по крайней мере, сейчас будет 60 раз. Хочу добить. Ты, когда тренишь на одной руке, подтягивая, ты обычные подтягивания еще делаешь? Так, ну, отвечу, в двух словах. Во-первых, я скоро выпущу прямо описание своей тренинг, подробную. И что еще более интересно, не просто, как я сейчас тренинг подтягиваю на одной, а еще, как ты меня эволюционировал в программе тренировок. Так. Про обычные подтягивания конкретно отвечаю. Первые одну или две тренинги, нет. У меня было просто 10 подходов на каждую руку с зеленой петлей. После чего я понял, что нужно добавить разогрев. Типа, ну, блин, это реально на локте, там, связь, скажите. И я добавил 10 подходов, не 10 подходов, я добавил 10 высоких подтягиваний. Уступим место. Отжимаются. Я добавил 10 высоких подтягиваний в 5 подходах. То есть я делал 10 подтягиваний, минуты отдыха, 10 потягиваний в 2 минуты отдыха. И так вот пока там не получится 5 минут отдыха. Высокие подтягивания это что? Это обычные подтягивания? Нет, это высокие, это только что-то отсюда. Я прям делал вот эту сотоволоку волосонию. Понятно. А мне высокие-то подходит. И сейчас я еще понял, что, ну, сейчас я уже делаю не 10, а 12 в подходе. И, короче, это уже стало слишком большим. Поэтому я еще вначале добавил 10 разогревочных просто подтягиваний, не спеша, чтобы разогреть себя. Понятно. В общем, помимо подтягиваний на одной руке, еще высокие подтягивания. И в конце еще добавил тоже 5 подходов на максимум подтягиваний. Просто обычные. Понятно, понятно. Вот так вот. Но это было не сразу, это просто... Просто ты поймешь, когда начнешь тренировать подтягивания на одной, что, во-первых, ничего, больше в этой тренировке ты не сможешь по тренировке, да, потому что очень большая нагрузка. Но, с другой стороны, сама по себе там даже 10 подходов на одной это не особо. Надо еще чем-то биться. Плюс надо разогреваться и надо закрываться. Поэтому сейчас так. Ты ему сказал сопли закатай? Да все уже. Поехали, нет? Давай. Давай. Давай, еще три. Еще два давай. Давай. Давай еще один. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Все похлопают, все хлопают. Молодец, молодец. Что делаешь? Домой собираешься. Домой собираешься? Я тоже. Погнали? Погнали. Ладно, ребятки. Всем пока. Отличное видео было. Подписывайтесь на канал. Пишите свои вопросы и приходите в низкочный сад. У нас тут весело. Видите, сколько народ. Да. О, круто, круто, все, погнали. Домой собираешься. Домой собираешься. Распрямляется. Просто прижми, старайся как бы прижать их к себе в плечах, вот к телу. И туда. Будет легче. Распрямляй, распрямляй, распрямляй. Ты сразу изначально встань. Не затягивай, а изначально встань. На носочки встань и руки встань. И ноги поджимай. Колян, ты тренер? Я просто не верю, что человек хотя бы один раз встать не может. Я не верю в это. Смотри. Просто встань, руку сразу встань. Как много открытий прекрасных Колян ждут тренировки. Встань просто. Ну а чем ездить по городам, он узнает, что люди отжиматься, не отжимаются, приколи. Не умеют подтягиваться. Ну вот так вот руку, потому что тебе тяжело стоять. Ты срываешься вниз. Для меня это... Удивительно. Удивительно, Коль. Не, Колян, я с тобой полностью согласен, что я тоже удивляюсь иногда. Блядь, один раз можно встать. Колян, это удивительно, но это физика просто, понимаешь? Ты просто неправильно... Смотри, какой包. Удивительно. Три, которые...